Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты и коротко о погоде. Субтитры предоставил DimaTorzok В Домбай прошел литературный форум под названием «Пиши не в стол». На него съехались поэты и писатели, пишущие на национальных языках со всего СКФО. Для чего реализуется этот проект? Какова была программа форума? И планируются ли в будущем подобные проекты? На эти другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой ответит директор литературного, художественного и культурного развития Метру Баладжан Джукаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Баладжан. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время, пришла сегодня к нам в гости. Поводом для нашей встречи стало то, что в Домбай прошел литературный форум «Пиши не в стол» под таким красивым названием, в котором принимали участие писатели-поэты, пишущие на национальных языках со всего СКФО. Я знаю, что было 20 финалистов. Мне бы хотелось узнать у тебя о предыдущих этапах этого форума. Насколько я понимаю, что это был заключительный этап. И кто явился автором этого проекта? Ну, если говорить об этапах, то вы правы, несколько у нас было этапов. Это заявочный, когда мы непосредственно занимались освещением нашего проекта и рассказывали о нем всему Северному Кавказу и не только Северному Кавказу. Затем был заочный этап. Это самый масштабный этап, я считаю, потому что в рамках него мы провели целых два месяца с нашими участниками, которые прошли следующий этап, и проводили дистанционно занятия. У нас были привлечены очень известные именитые спикеры, в том числе была составлена нами собственная авторская образовательная программа. И вот финальный, это был очный этап, но проект не совсем завершился, потому что на данном этапе мы создаем сборник «Пиши не в стол», куда войдут лучшие произведения участников проекта. Хотелось бы немножко о программе форума. Наставники, спикеры, мастер-классы. Коротко, если можно. Значит, если говорить о том, кто принял участие в нашем проекте, если говорить об участниках, это были начинающие авторы, пишущие как на национальных языках, так и на русском языке, проживающие на Северном Кавказе, либо родом. Они должны были быть с Северо-Кавказского федерального округа. Таким образом, мы охватили весь СКФО, участники были со всего Кавказа. Если говорим о спикерах, то, наверное, самыми яркими такими примерами, это в очном этапе, принял участие председатель Союза писателей России, Иванов Николай Федорович. В будущем планируется подобный форум проводить? Ну, вообще, учитывая то, что все прошло по лучшим прогнозам, и ребята остались в большом восторге, и все пишут отзывы таковы, что когда будет следующий форум, все хотят продолжения, все хотят, чтобы это происходило на какой-то постоянной основе, то я думаю, что мы будем добиваться того, чтобы он проходил ежегодно. Ну что ж, я желаю удачи, спасибо, что была гостьей нашей программы. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо нашей гостиной. Наш телевизионный эфир в 9.00 продолжит программы Карачаевской редакции. А следующий выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня. До завтра. Первого декабря торгово-рыночный комплекс «Европейский» открывается. Новый, комфортный, с широким ассортиментом и специальными ценами. Хутор Хорошевский, улица Шоссейная, 25. Город покупок «Европейский». Все лучшее в порядке вещей. В меховом магазине фабрики «Аделина» «Черная пятница». Все цены пополам. Только с 21 по 29 ноября. Пятигорск. Широкая 117. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.